Я даже не знаю, как это назвать. Ну, вот проблемы, которые они описывают. Не знаю, как Форс, но остальные проблемы. То, что описывают ВП, Гамбит и Холл Рейзерс. То, что они получили выплаты, но не сразу. И там недополучили какие-то пени. Ну, камон. С этими проблемами, мне кажется, сталкивался любой... Сталкивался любой киберспортивный клуб. С этими проблемами сталкивались мы вообще неоднократно. Даже с этими командами. То есть просроченные выплаты там не в сроки и прочие вещи. И с этим выходить с каким-то открытым письмом на публику. Ну, я не понимаю, чего они пытаются добиться? Типа очернить Винстрайк для каких-то возможных рекламодателей будущих? Ну, возможно. Возможно. Тут фишка в том, что они хотят именно какой-то... Ну, чтобы какой-то репутационный урон случился. Но, мне кажется, тут есть такой неловкий момент, что это немножко очерняет весь киберспорт. Что люди, которые находятся вовне, они думают, черт возьми, но если... Во-первых, они думают, ну, если такой большой игрок, вот он такой вот косячный, как вообще там находиться, как туда лезть? Во-вторых, они думают... Ну, там другая категория думает, типа, камон, типа, челы из-за вот этого развели вот это вот нафиг туда лезть. Это мне напоминает историю женской доты, когда... Короче, когда одна воинствующая сторона настолько хотела задушить вторую, что задушила нахрен всю женскую доту. Вот это вот что-то на этом уровне. То есть, понятно, есть какие-то, видимо, мотивы там вот так вот себя вести, но мне кажется, просто на дистанции это боком выйдет всем. Ну, кстати, насчет Force, я примерно представляю, почему у них такое горение такое случилось, что SEO там писал даже в Twitter, что вот, скоро одной ведущей команды не станет, прекратит свое существование. Ну, я могу себе представить, почему там произошло горение, потому что там состав не выкупили, да, у них были какие-то, наверное, надежды на этот выкуп, на плюс мани и прочие вещи, то для остальных игроков, ну, вот, не знаю, как Hell Raiders, но Gambit и Virtus.pro, это люди, у которых, я так думаю, деньги, там, куры не клюют немножко, и у них нет таких проблем, что там они недополучат пение или еще какие-то такие вещи. Ну, типа, сколько раз я не сталкивался с такими вещами, там, выкупы контрактов и прочего, чтобы там какие-то штрафные санкции выплачивались в денежном эквиваленте, но это, я никогда такого не видел. Хотя я, как бы, уже говорю, что эти команды тоже нам просрачивали сроки по разным причинам, и, типа, ну, может, там, не полгода, но какое-то время, и это не что-то такое суперстранное, потому что не все команды в только российском поле находятся. У очень многих из этих команд юридический адрес находится непонятно где, и, типа, провести деньги и вот эту всю историю нужно еще как-то смочь, там, через банки, через посредников, контрагентов, там, ну, куча всего. Ну, есть, короче, да, свои загвоздки, я тоже с ним сталкивалась. Ну, короче, знаешь, я вообще, если в обсуждении этой темы чувствую специфическим образом, во-первых, потому что, понятное дело, что я знаю, там, как бы, часть дела, о которых говорят, там, они, да, инициировались при мне, вот. И я привыкла, я всегда очень разговорчива, очень люблю все комментировать, обо всем говорить в контексте того, что я, вот, вижу ситуацию со стороны, строю причинно-следственные связи, наверное, здесь случилось вот так, а здесь случилось вот так, а здесь, типа, мне тяжело это делать, потому что что-то, типа, я знаю, то есть я не совсем взгляд со стороны. И тоже вот там ко мне обращались за комментариями и какие-то телеграм-каналы, и мой любимый сайт обращался за комментарием ко мне. И я не совсем понимаю, вот, знаешь, настолько не хочется лезть туда, вот настолько не хочется ни защищать никого, ни, так сказать, камень ни в кого кидать не хочется, а все как будто вот этого и ждут, все спрашивают, типа, о, чё, 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 чё там, чё происходит? Ещё с того момента, когда, знаешь, Мегион первый твиттер свои писал, мне вообще кто-то, кто-то там, ну, не писал и не спрашивал, там, не должны ли мне денег, всё ли мне отдали, там, и так далее. И я вот, типа, смотрю, и вроде как, ну, у меня хлебом не кормить, да и чё-нибудь сказать, а вроде я смотрю и думаю, типа, это не моя война, не моя война. Сказать-то особо нечего, да? Да. Ну, мне нравится, ну, мне хотелось бы, наверное, именно порассуждать об этом, вот, абстрагироваться, да, и посмотреть, типа, со стороны, но это проблематично сделать просто. Потому что, опять же, даже если я искренне абстрагируюсь и буду рассуждать об этом со стороны, мои слова будут трактоваться так, будто я говорю, ну, знаешь, на верочку, будто я факты говорю, а не предположения. Ну, давай про что-то попробуем поговорить, например, про Алоху Дэнсу. В ноябре 2019 года организация Хилл Рейзер заключила сделку с Инстрек по продаже контракта Коробкина. Дедлайн был установлен, такой срок был установлен во время переговоров, несмотря на это, еженедельно переносил платеж, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Неустойка платежа не выплачена полностью до сих пор. Насчет этого у тебя есть какие-то комментарии насчет Алохо Дэнса, контрактов и прочего? То есть, может быть, ты как-то имел отношение к, я не знаю, к установке вот этих всех договоров, там, связей с другой командой, или это вообще мимо тебя шло? Ну, я находилась в коммуникации какое-то время с SEO HellRaisers по поводу этого, то есть, грубо говоря, переговоры там по цене, вот это все, то есть, ну, в этом я участвовала, но на моменте, когда это переходит в какую-то финансово-юридическую плоскость, я это просто отдаю финансистам и юристам. Вот, поэтому я даже, наверное, тебе не сформулирую, какой был дедлайн там выблат и всего остального. Но в любом случае, ты правильно сказал, что, опять же, выскажу предположение, не знаю, как было наверняка, ты правильно сказал, что вот там претензии условных Гамбит, ой, не Гамбит, а как раз-таки HellRaisers и ВП, которым как бы все отдали, но там какие-то проценты где-то не отдали, они вот выходят на публику с этой историей. Может быть, то время, что готовилось вот это наступление, это мощнейшая атака и это мощнейшее письмо открытое, может быть, за это время были погашены какие-то долги? То есть, смотри, они готовят нереальную бучу, что им не отдали там миллионы денег, а за то время, что они ее готовят, миллионы денег отдаются, остаются какие-то проценты, но вроде уже как бы с Мегионом, с Братиком уже договорились там все делать, приходится идти до конца и все делать. Вот могло ли быть такое? Мне так кажется, да, что какой-то старт вот этого всего, судя по красноречию силу Фарзов, исходило от него вот это, потому что, ну, я не вижу, чтобы эти команды прямо вот шли и такие, ну, давайте, да, в открытую напишем, потому что, как это так, два месяца нам не платят по договору деньги, типа, до сих пор не выплатили что-то, хотя по итогу выплатили. Ну, это выглядит очень как-то несуразно, я не знаю, действительно, ты говоришь правильно, что это очерняет вообще весь киберспорт, вот такая движуха. Блин, Кирилл, ты должен разваливать, то есть я объяснила, почему вынуждена быть мягкой, а ты должен разваливать, иначе все решат, что у нас какое-то покупное просто шоу. И сюда добралась рука Ярослава Комкова. Ну, типа, реально... Кого мне тут развалить, понимаешь? Вот я говорю то, что если бы вот эти все команды, которые здесь подписали это письмо, были бы самыми пунктуальными швейцарскими банками, которые в сроки все выплачивали деньги и прочее, я бы сказал, окей, да, нужно искоренять такое, что на месяц там просрачивают платежи. И это там касается и рекламных агентств по спонсорским контрактам, и вот этих всех вещей. Но, блин, реально, весь рынок такой, то есть это не только киберспорт, нам там многие спонсоры там откладывают платежи там на два месяца, и это нормальная вещь. То есть для них это является какими-то приемлемыми вещами. И то там эти два месяца, они только после какого-то срока, то есть в итоге ты деньги видишь там через полгода эти. Это есть и заведено везде. Тут такое ощущение, что люди с этим как будто впервые столкнулись, что ли. Я вот не понимаю. И как бы зачем это выносить в открытое обсуждение? Вот реально, кроме как попытки очернить винстрайк, я не вижу. То есть винстрайки, да, возможно, неправы. И непонятно, что как бы творится, типа почему, что там типа за вопрос. Это финансовый вопрос, что у команды нет денег, потому что у агентства, я так думаю, и то, что вот они Бласт делают, делали Бласт, и там видно, что у агентства есть все ресурсы и возможности привлекать деньги, и не маленькие. То есть там на основе того, каких они спонсоров, какие активности они проводили на Бласте. Как бы у команды какие финансовые возможности, аппетиты, вернее, то, что аппетиты, да, не совпадают с возможностями финансовыми. Ну, здесь, возможно, есть такой вопрос. Ну, окей, хотели купить состав, не купили, передумали, да. Такое может случиться в любом виде спорта. Это везде может быть. То есть ты хотел купить команду, тебе за нее там заломили цену условно. Ты смотришь, то, что в этой дисциплине начинается какой-то кавардак, там какие-то задержки начинаются, и вообще есть типа ред-флаги, что тебе, скорее всего, не надо туда соваться. Ты берешь и не покупаешь состав. Зачем тебе нести риски финансовые и прочее, если ты не хочешь... Мне кажется, там еще какой-то нюанс был связан с тем, что ему, короче, что его доджили, то есть ему его не информировали о том, что братик, все, а просто там какой-то игнор был или что-то такое. Если честно, я говорю, я за вчерашний день уже перечитала столько текстов, комментариев. Ты видела на CyberSport.ru новость, как эта ситуация разрешилась бы в футболе? Нет, это фигня. То есть там был такой текст, там какой-то юрист давал комментарий, как бы это разрешилось в футболе. Но я вчера офигенную шутку прочитала, что вот автор канала, что на Киберлямках, он запостил ссылку на эту новость и пишет. И также я хотела бы узнать, как бы эта ситуация разрешилась в сфере эскорта-слуг. То есть там была степень релевантности, да. Короче, кучу всего перечитала, и у меня уже немножко перемешалось. Я уже говорю, может, немножко фактуру попутаю, что вот его игнорили. Это одна из его претензий. То есть он писал, что вот если бы нам сказали так и так, мы бы, конечно, все поняли. А нам не сказали, нас как бы просто вот кормили завтраками, а потом перестали отвечать. Что-то такое. Ну да, то есть опять же претензии ясно. То, что регулярно переносил обещанные выплаты задолженности. То есть там какое-то пение, видимо, натекло на то, что там типа договор не состоялся. И как бы люди потеряли сроки и возможность там участвовать в каких-то нужных для этой дисциплины, как это называется, ну типа не франшизных, а околофраншизных активностей. И поэтому, собственно, такой поток негатива есть. То есть это понятно. Ну, короче, скорее всего идет речь о составе по Rainbow Six. Потому что там о других составах, я думаю, в WinStrike не особо думали. И там есть пилотная программа, и сроки покупки состава возможные, которые здесь описываются с тем, что там начинается новая фаза с пилотной программы, вот они совпадают. И то есть там команда должна подавать еще заявку на участие в этой пилотной программе. И ясно то, что форзы уже как бы продавая этот состав, наверное, не делали заявку. А WinStrike в итоге, я не знаю, сделали или не сделали, но в итоге состав не куплен, и заявки уже давно не принимают. Слушай, ну это, кстати, интересные вводные данные, я бы сказала. Ну, то есть это немножко обостряет ситуацию. Это не просто ты захотел купить, передумал, не купил, и как бы окей, команда дальше играет под этим тегом, как бы играла без твоего оффера. А тут как бы вот окошечко такое получилось, что ни себе, ни людям. Да, и как бы это по меркам там каким-то киберспортивным, возможно, вот эти дотации, которые поступают от пилотной программы, ну не то, что дотации, я бы назвал это дотацией, но это кормит команду и приносит какую-то прибыль. То есть это, в принципе, неплохие деньги. Типа, зависит, конечно, от того, насколько ты хорошо там в этом всем мероприятии участвуешь, и какой процент тебе поступает, вот, с новой версией вот этой пилотной программы, там еще зависит то, насколько у тебя мощная организация в целом. То есть не то, насколько у тебя там хорошая составка, хорошо они играют. Там очень много подных таких вещей, мелочей, которые влияют на то, сколько ты будешь по итогу получать. Ну это лучше, чем ничего в любом случае. Ну да, ну то есть сейчас у них такое не очень хорошее положение из-за того, что, я так понимаю, они не подавали эту заявку. Вот, и тут понятно, откуда такое большое расстройство. Слушай, не, ну я согласна, это прям, ну это то, что стоит, это то, что, возможно, стоило подсветить самим Force, чтобы люди понимали. Потому что, да, как мы уже обсудили, там со стороны Hellraiser, СВП, претензии выглядят минорными, а вот это прям, ну, такое, возможно, достойно мяса. Не такого уровня, конечно, какой происходит, но... Да, ну потому что с остальными составами, то есть у Winstrike, я так понимаю, есть и Counter-Strike состав, и Dota 2 состава, и поэтому как бы целиком покупать состав, выкупать, тем более у Force я бы не стал. Ну, ну не то, что я бы не стал, но просто зная то, какие там у Force обычные условия по контрактам. Да, да, наслышанно, наслышанно. И это все наслышаны, да, в сфере, то, что там немного завышенные ожидания у ребят по трансферам, по выплатам и по прочим вещам. Вот, поэтому я не думаю, что в Winstrike могли бы взять, прийти и у Force купить там CSGO состав, которые, ну, сейчас, особенно в СНГ, считаются на уровень там повыше, чем у Rainbow Six там по финансовым ожиданиям. Вот. Ну, собственно, да, вот тут такой неприятный осадок из-за такой вещи, как мне кажется. То есть, опять же, может быть, я не прав, и это все речь о CSGO составе, но тогда я не понимаю, ну, такого уровня обиды, чтобы такую вещь выкатывать. Я, на самом деле, надеялся то, что за сегодняшнее утро Ярослав напишет ответ. Ну, вроде как, сегодня выйдет какой-то подкаст с Вилатом у него. То есть, и Вилат там писал в одной известной группе профессиональной, что вот завтра-завтра. А, то есть, Вилат будет с ним проводить подкаст? Да, да, сегодня что-то должно случиться. Вот. Ну, посмотрим. Сегодня, в смысле, в момент записи, то есть, наше-то шоу, скорее всего, будет уже после этого, да, и, может быть, половина вещей, о которых мы говорим, просто уже будет нерелевантна. Да. Но... Но это интернет. Опять же, да, вернемся к такому мимолетному ответу Ярика. О том, что он пишет, что деньги были не особо крупными, типа, эти деньги не стоили того, чтобы вот это все начинать размусоливать. И, опять же, основная часть комментариев в ответ на это, то, что, а если деньги-то не такие крупные, то почему вы их не заплатили? Угу. Тут тоже несколько вариантов есть. А зачем платить какие-то деньги за, ну, как бы, как это сказать, типа, условные пени и прочие вещи? Вот у меня, когда в налогах капают пени там за какие-то вещи в моем реал-лайфе, да, я тоже особо не люблю эти пени платить. Я жду, буду ждать до последнего, чтобы их выплатить. Это там копейки, ну, блин, ты, типа, платишь за свою какую-то просрочку, за свои, там, неправильные действия, и ты реально ненавидишь эти вещи. То есть ты попытаешься как-то, я не знаю, от них освободиться, даже если это, там, 100 рублей. Вот. Тебе все равно их жалко. Вот. И здесь, видимо, как бы, тоже была попытка как-то решить этот вопрос полюбовно, да, то есть вот не платить какие-то вот эти крохи, которые там, возможно, накопились. Вот. Да, понимаешь, на самом деле вариантов много, и там, в том числе, я допускаю вариант, ну, то есть почему из-за минорных каких-то вещей растает такая буря. Один я уже озвучила, что, возможно, буря нарастала, когда долги были больше, потом она сгладилась, ну, вроде перед пацанами неудобно. Второй вариант, может, есть какие-то подводные камни, знаешь, может, это вершина айсберга или что-то, о чем мы вообще не знаем. Еще один вариант у меня был. Когда вообще эта тема началась? Когда Винсрек анонсировали агентство поддержки игроков, и тогда вот Мегион написал в Твиттере, что оно, конечно, все круто, ребят, агентство ИТРПР, но, может, уже бабки вернете. Может быть, здесь просто обычное человеческое раздражение по поводу того, что публичный образ Винстрайка, он такой, типа, жух-жух-жух там на коне, и вот Мегиона, которому они денег должны, ну, просто раздражает это, и он решил немножко именно публичный образ так уж себя осадить. Потому что мне кажется, что именно вот этот вот анонс агентства, он как будто стал вот таким вот толчком последним, и этот снежный ком покатился. Ну, возможно, да, то, что участие Винстрайка во всяких таких медийных активностях, где они, ну, в том числе и себя пиарят, да, как бы, ну, то есть это понятное дело, что ты участвуешь во всяких таких подкастах, шоу и прочих вещах, чтобы рассказать о том, как у тебя все здорово, по сути. Вот. Даже мы с тобой тут сидим и рассказываем, как у нас все здорово с тобой дома пьем чаечек. Нереально здорово. Да. Просто пушка. Вот. Да. Ты рассказываешь какой-то, вообще сидишь в кепке LA, какой-то успешный реал-лайфер, как ты налоги платишь. Не всегда вовремя, конечно, потому что пени набегает, но тем не менее. Потому что пеник много, да, да. Да. Блин, я надеюсь, мой налоговый инспектор не будет смотреть этот выпуск. А помнишь этот случай, когда Дэнди на радио позвали, он рассказал там про интернешнл, а потом к нему налоговая пришла, что-то такое было, я помню. Серьезно? Да, да. Прям какой-то мемный такой случай. Мемный кейс был. Прям вот, да. Блин. Надо будет посмотреть, что там было. Ну, это прям очень давно было, когда еще все это было на коне. Кстати, о Дэнди. Кстати, о Дэнди, да, я только хотела сказать. Понимаешь, на самом деле, я резюмирую вот тему, которую мы обсуждали. Хотелось бы быть. Все, я сказала слово кейс и открыла, короче, ящик Пандоры. Хотела сказать, что хотелось бы быть шарп, да. Хотя хотелось бы быть, ну, интуитивно кажется, что эта тема должна быть очень острой, что она должна быть, по крайней мере, там, с моим участием обсуждена в каком-то нереальном ключе, с развалами, инсайдами, всем остальным. Но я говорю, типа, что-то как-то вот вообще вот. Как я вот говорю, знаешь, как я говорила, что не стоит выеденного яйца ситуация, где на территориторике кто-то кого-то нахер послал. Вот у меня ощущение, что эта ситуация абсолютно идентичная. То есть она на дистанции может отозваться очень сильно, а на деле, типа, а на деле, на следующей, ну, пройдет неделя, мы будем записывать выпуск и вообще ни одного отголоска не вспомним. Ну, скорее всего, да. Просто вот, просто все идет в песок. Такое открытое письмо, по сути, это такой небольшой пук в воду. То есть это не значит то, что эти команды перестанут друг с другом, там, сотрудничать или пытаться купить друг у друга игроков, или что-то, ну, какие-то рабочие активности вести, да. То есть это не значит то, что там Винстрайк в Блэклисте, и с ними никто не будет работать. Возможно, посмотрев на это, кто-то начнет более аккуратно работать. Я бы вообще написал бы еще во все контракты, стал бы прописывать пункт NDA, а не распространение информации о том, что какие мы ведем договоры и прочих вещей, типа, как долго это выплачивается. Ну, потому что это выглядит не очень этично даже со стороны вот этих команд, такую информацию разглашать. Ну, знаешь, я как-то краем уха слышала, что не то, чтобы в соответствии с нашим законодательством, NDA – это сильно эффективная штука. Что очень трудно, что если речь не идет о какой-то государственной тайне бомбической, то ты придешь что-то и скажешь, вот этот братик рассказал, сколько ему денежек платил или не платил, и ничего не случится. Да, ты с этим не сможешь сделать. Ну, тут вопрос тогда уже про то, как это называется, в каком законодательном поле составлен договор. То есть, типа, когда ты вставляешь договор, там есть пункт, что, ну, там любой контракт, да, где будет решаться, на какой территории все вопросы юридического плана, если дойдет до суда, и ты прописываешь это. Естественно, даже если у тебя юрлицо на Кипре, и ты пойдешь по английскому праву эти вопросики обкашливать, кто реально, вот, кто реально пойдет, кто реально будет все эти бабки тратить на, ну, все эти судебные издержки, да, чтобы, вот сказать, Вася рассказал, сколько я ему платил, а он не должен был это делать. Вот объективно не будет этого никогда. Я не верю, ну, вот в СНГ-киберспорте этого не будет ни одного долбанного раза. Ну, окей, да, этого не будет, но, опять же, можно составить открытое письмо и написать, что челики не придерживаются NDA, и на СНГ-спорте их засрут. Да, открытое письмо, оно, оно ведь адресовано даже не столько профессиональному комьюнити, сколько вот комьюнити, а вот это вот комьюнити, и, может, вообще, все равно, хотела другое слово сказать, да, ну, у нас вроде приличное шоу, все равно этому профессиональному вот этому, ну, непрофессиональному, вот обычному комьюнити, ему абсолютно все равно, кто прав, кто виноват. Оно с радостью спляшет на костях Winstrike, с радостью спляшет на костях Esforce, даже если это будет означать, что это последняя дезинга киберспорта. Оно просто будет рада тому, что кто-то где-то, как-то трудно сегодня подбирать слова, которые... Обозрался. Ну, вообще, блин, можно матом у нас рука цель, нет? Я, конечно, пиздюлился. То есть им просто... Нет классного литературного аналога, сори. Просто вот им это уже радость. И уже это по кайфу. Даже если, я говорю, это будет последний день киберспорта, даже если будет сраный последний день Помпей, они придут и будут радоваться тому, что кто-то клевый тоже погиб под этими, так сказать, вулканическими извержениями вместе с ними. Ну, вот и все. Для чего это делается? Да, ну, на самом деле, через неделю или через две, если условные винстрайки начнут показывать хорошие результаты, а другие команды нет, то к винстрайку не будут относиться так, что они вон там что-то неправильно сделали, или у них денег нет, или еще что-то, да. То есть все будут, наоборот, восхвалять команду условно. Короче, люди всегда, да, они всегда найдут до чего докопаться. Это типа, знаешь, вот яркий пример, я об этом думала вчера, что я вот не стала давать комментарии, и люди пишут, типа, мда, понятно, комментарий не дает, мда, все с ней ясно. Но если бы я вышла давать комментарии и начала, допустим, срать винстрайк, они бы писали, какая же мразь она. То есть все равно, что бы ты ни делал, и даже если ты ничего не будешь делать, все равно ты будешь неправ. Ты будешь для кого-то неправ. А еще, знаешь, я вчера вот перед сном думала о том, что вообще можно на эту тему сказать, и знаешь, что я поняла? Вчера просто полнолуние началось в час дня. Знаешь, как бы демоны из людей лезут, вот это все. И письмо открытое вышло. Совпадение? Нет, я думаю, это субпадение. Я думаю, кто-то посмотрел зачарованных, там, и в книге, знаешь, нашел статью. Блин, это четыре всадника апокалипсиса. Да. Гамбит, Форс, Хеллрейзерс и Виртус Про. Особенно Хеллрейзерс, они так и должны. Да, логично. На самом деле, по-моему, в всей этой истории самые четкие пацаны Гамбит, потому что им просто не дали денег, вот совсем, да? Я правильно помню? Гамбит. То есть пока остальные за проценты воюют и за пение, в комиссию. Комиссию они не выплатили там до какого-то времени, да. Самое забавное то, что Гамбит такие, Гамбит пишут, сочли это недоразумением и не собирались подавать суд на Винстрайк. Однако теперь позиция клуба изменилась. На это повлияла информация от других уважаемых организаций СНГ, которые также столкнулись с непрофессионализмом Винстрайка. Типа сначала они так немножко потерпильному подумали, ну ладно, ну как бы. Слушай, это, знаешь, что-то невероятное. Почему ты плохой полицейский сегодня? Я просто прислушаю к тебе, ну потерпильному, ты, знаешь, просто терпилами людей назвал. Это я обычно делаю. Нет, ну потому, я объясню вот со стороны Team Empire, да, что не то, что даже как бы мы через все это проходили, а мы тоже такими же терпилами были. Ну то есть нам также там за переходы за какие-то не платили вообще абсолютно никаких денег. То есть уже состоялся переход, уже люди там полгода играют, и нас там кормили завтраками, и мы в итоге просто сказали, знаете что, ну типа идите куда-нибудь подальше, типа с вами все понятно. Ну просто ты понимаешь, что с такими людьми лучше дальше не работать, вообще никакого отношения не иметь. Они там через полгода банкротятся. Чуть из банкрота как ты будешь деньги эти отбивать. Ну тоже есть, знаешь, есть нюанс такой, ты не можешь не иметь дела на нашем микроскопическом рынке. То есть есть люди, с которыми, вот знаешь, я вот вела много транспортных переговоров в конце этого года. И даже картинку постил, где сидит девочка и думает, я думаю о составе, который хочу собрать, и потом девочка плачет, типа я пытаюсь выкупить игроков, которые мне нужны. Есть люди, с которыми я бы не имела дела, с удовольствием. Но у меня на рынке полтора чела релевантных моему составу, и мне нужно идти к чуваку, с которым я не хочу иметь дел по каким-то причинам. Потому что вот у него вот полтора этих игрока, которые мне нужны. То есть ты не можешь, мы бы все рады быть классными, принципиальными, бойкотировать, не разговаривать, не вести сделки, а ты меня обидел, а ты жену у меня увел. Но мы не можем этого делать. Мы все должны закусить у дела и, так сказать, чокаться бокалами на автопате. Блин, это жестко сейчас было. А ты говоришь еще, что я плохой коп. Ну, это реалии, реалии такие, да. Я тебе говорю как человек, с которым много людей бокалами на автопате чокаются, которые, чертову мать, писали про меня. Ну, ты знаешь, время лечит. Да, время лечит. Ну, я реально говорю, что хочется быть классным, принципиальным в этих вопросах, но не здесь, не в этом регионе, не в этой индустрии. Не в киберспорте в российском, в СНГшном. Это точно, потому что, ну да, много всего есть, о чем как бы сходу так и не расскажешь за раз, да, а как бы приходится с этим работать и со всеми этими вещами. Слушай, я уже жду старости, чтобы скорее мемуары написать. Только у меня память плохая стала, надо записывать на ходу сразу. Да, тебе надо сразу записывать, а то... Да. Не к тому, что я подтверждаю про память, а то ты потом забудешь. А что там с Сиберспортом меня пытались узнать? А что я должна была им ответить? Да, блин, блин. Да, да. Ну, надеюсь, Павел Дуров не будет переписки удалять там раз в 10 лет с Телеграма. Я всегда открою и такая чик-чик-чик. Все, выяснили. Даже так у тебя есть переписки? Конечно. Значит, то есть следующий шаг это шантажировать Машу и угнать ее Телеграм, чтобы увидеть все переписки, которые могут кого-то скомпрометировать. Скомпрометировать. Это, кстати, next level открытых писем. Это еще скриншоты с переписками выставлять, знаешь? Там типа прям писать. А вот что он мне написал такого-то числа. Хотя нет, это... Он написал «Отдам деньги завтра». Прошло полгода. Это какой-то old level, потому что я помню раньше такие вещи были. Сейчас, мне кажется, такими уже не занимаются люди вещами. Ну, я помню последний, последний раз, когда Каспер уходил из Рухаба. Оля все грозилась переписки выложить с ним. Но так и не выложила. Я ухожу. Нет, ты не уйдешь. Такая переписка. Ты не уйдешь вместе с твоей нюцей. Короче... Пожалуйста, не уходи. Да. Я знаешь, чем еще думала, что у нас вообще нет традиции расставаться по-хорошему. Почему? Есть. Почему нету? Вот ты, когда ушла из Team Empire, это было по-хорошему. Так я, понимаешь, я как-то, ну, не считая того, что Киме странненький чувак, я как-то со всеми по-хорошему вот рассталась. И говорю, вплоть до того, что люди удивляются тому, что я не хочу лезть там в какую-то драму винстрайковскую. То есть, вплоть до этого. У нас настолько люди привыкли к тому, что все только ищут возможности друг другу поднасрать там и все такое, что вот для них это удивительно. Угу. Ну, мне кажется, люди считают, что если они уходят, то это из-за какой-то прям ультравесомой причины, что все плохо или что-то такое. Но на самом деле иногда просто люди уходят, потому что им надоедает там где-то находиться. Ну, нет, это я про сотрудников типа сейчас говорю. Это не про игроков, которые... Ну, блин, игрокам надоедает иногда. Ну, типа, знаешь, нельзя же сказать, что Резоль ушел там из Империи обиженным. Просто человек хотел играть в Америке. Ну, типа... Ну, да, так, наверное, во многом было. Не, ну, наверное, какие-то обиды были там своего рода, да, там что-то не получилось реализовать, что-то было не так. И поэтому, ну, наверное, поэтому и копится такое как бы настроение, что, о, я что-то в Америке хочу играть, например. Не, ну, понятно. Ну, в конечном итоге человек, который виноват в том, что ты что-то не реализовал, это ты сам. Ну, да, да. Насчет как раз реализации. Да, мы почти так красиво перешли, знаешь, к Денде, и... Да. Ну, если честно, у меня уже очень давно копилось настроение... Блин, помнишь, помнишь, в не лучшие годы для Бритни Спирс было вот это видео популярное, типа, «Leave Britney alone». Там еще мем такой был. Вот. И у меня это настроение очень давно копилось, и мне хотелось вот просто записать видео, типа, «Leave Dendy alone». потому что ну, какой-то вообще неадекватный градус негатива к нему. То есть, смотри, высокий градус негатива там к условному Лилу был по понятным причинам. Высокий градус негатива к условным мне есть по понятным причинам. Но Денде это человек, который ничего плохого никому не сделал на моей памяти. Все, что он делает, это он, блин, ну, играет в доту. Почему-то, мнению, неэффективно играет в доту. Но, а что, а ненавидит его за что? Ощущение, что он отнимает, что он не просто, знаешь, что он просто отнимает слот, вот если бы не он, то вот этот вот пацан, который желает ему смерти в комментах, он бы играл на миде в бейт, и команда бы тащила. Вот как будто он просто кусок чего-то оторвал у этих людей, вот что-то вот забрал у них. Да, то есть мы сейчас уже перешли к обсуждению такого рекордного лустрика команды бейт, который там, не знаю, с какого момента он ведется там, не с организованием, не с образованием, наверное, Не, у них там было много-много поражений, потом победа над HellRaisers, и потом снова много-много поражений, которые как раз-таки по картам сформировали рекордный лустриг за всю историю. Да, но больше всего меня, конечно, поразил уровень вот этой пассивной агрессии от Cybersport.ru, которые написали новость про самый большой винстрриг в истории. У команды Virtus.pro вообще там это так смешно выглядит на самом деле. Вот, но да, конечно, лустрика, вот из-за чего вообще, как, ну вот, на мой взгляд, да, вот этот лустриг организовался, вот мое видение всей этой ситуации, и почему народ так дико хейтит. Сейчас бейт, как мне кажется, не является, как мы в прошлый раз обсуждали, вот этот тир полтора команда в СНГ, то есть их уровень, как мне кажется, ниже, но из-за того, что есть медийные составляющие, из-за того, что есть Dendy, из-за того, что все у них так здорово, их засовывают во все турики, где играют очень сильные команды, которые пока что им не по плечу, но это видно, что им пока нужно поиграть с более слабыми командами, там, официалки и прочее, то есть там, ну наверняка КВшки, они играют с Тир 2, 3 СНГ тоже, и, наверное, там много выигрывают и прочее, но официалки, и вот игра, когда ты все время проигрываешь, и это давит тебе тоже на мораль, на мотивацию, то, что ты постоянно лузаешь, ну, это очень сильно бьет по мотивации, это дальше может вот так вот впихивать тебя до момента, пока ты не начнешь опять там супершафлы производить и прочее. А как бы дали бы им шанс поиграть на Туриках, там, ну, даже на тех же, на которых вот сейчас играет и Мобайр Хооп, там, условный, там, и прочие, там, новые, юники, все вот эти, Cyber Legacy, вот эти все команды, то есть, не лезть сразу на рожон, грубо говоря, да, то, возможно, у них дела бы и лучше пошли, то есть, они бы добились бы какого-то успеха, набрали бы ход и перешли бы, там, в более высшие лиги, добившись квалификации. Как минимум, мне было бы такого лострика у них, это понятно, но с другой стороны, представь, что у Team Empire появилась возможность играть на пушке и на ESL, вместо того, чтобы играть против Unique Novy, и любая команда на месте команды Dendy пользовалась бы этим моментом, хотя бы потому, что за последнее место там ты получишь больше, чем за первое место на PdCup. То есть, ну, их невозможно за это порицать. Да, можно рассуждать в ключе, что они занимают чье-то место, на что открыто намекали участники команды Fly to Moon. Ну, пожалуйста, команда Fly to Moon на пушке, и команда Dendy занимает последнее место в группе, а команда Fly to Moon пред-предпоследнее. И ради этого мы читали две недели Vine об отсутствии инвайта. Я правильно понимаю. То есть, да, формально мы можем рассуждать о том, что они где-то заняли чье-то место, но если они не заняли чье-то место, то это место команды, которая точно так же заняла бы последнее место в группе, пройдя через Open Quale. Но разница в том, что, да, объективно говоря, там есть медийка, ты можешь, ну, там есть что вставить в презентацию. Короче, когда ты показываешь свои турниры потенциальному спонсору, ты можешь сказать, у нас Dendy играет на нем, и это круто. И это позволяет играть другим командам, и позволяет там призовой фонд сделать больше, грубо говоря. Я утрирую, да, но глобально это так работает. То есть, в конечном итоге непонятно, за что, короче, есть за что вроде бы порицать, но непонятно, за что в таких масштабах. Вот и все. Да, тут вопрос в том, что любой, любая вообще команда, любой бы игрок никогда бы не отказался от инвайтов, которые даются бейтам. То есть, кем бы он ни был, и как бы он ни считал, на каком уровне он находится. То есть, если бы сейчас нам бы дали эти инвайты, условно, Team Empire Hop, мы бы такие, ха-ха, лохи, вы безумие запасались. Да, никто бы не отказался. То есть, пойти поиграть свой ПДК, или Хом и Золей, короче, не буду, не буду. Ты всегда это можешь сделать, но у тебя есть шанс играть там на другом уровне. Типа ты на нем играешь. С большими ребятами, типа. Да. На площадке. И еще один, блин, мне написали в Дискорде, я потеряла мысль. Ну, сейчас я вспомню. Развивай, развивай свою. Да, ну, в общем, о том я говорю, то, что такого хейта не должно быть. То есть, хейт в чем? То, что они играют там, а другие команды нет? Ну, извините, там есть медийный вес, есть какие-то бывшие достижения. И вообще, то, что команду вот так вот могут приглашать спокойно, ну, это говорит о том, насколько Дэнди до сих пор имеет величину в медийном пространстве, да, насколько сильно он значим. и это на самом деле тоже, ну, какую-то там мотивацию команде додает, да, то, что их везде зовут. Вот. Ну, просто это играет с ними злую шутку, небольшую, но, опять же, они в этом не виноваты, потому что любая команда выберет играть там с более сильными соперниками. Слушай, на пушку вообще были опенквалы, но если ты такой классный, ну, пойди, ради бога, выиграю опенквалы. В чем твоя проблема? Но проблем, как мы видим, у людей больше, чем мы предполагаем. А, еще один момент, что достается много бейт и достается много, в частности, Дэнди. А вот для меня, например, вообще дискуссионный вопрос, а Дэнди ли худший игрок в своей команде? И если он занимает чье-то место там, что мешает его команде встать, развернуть? Был классный кейс, надо было кейс шоу называться, с командой Одиум, которую собрал номинальный Лил, а потом люди подумали, что не хотят играть с Лилом и пошли вчетвером играть без Лила. Если вот Дэнди, такое слабое звено, почему бы игрокам его команды вчетвером не пойти и найти себе другого мидера? Может быть, потому что команды формируются таким образом, что там люди типа стоят друг друга, неважно в хорошем или плохом смысле этого слова. Может быть, ну, короче, может быть, стоит отвалить всем уже от, типа, Дэнди в этом смысле. Ну, меня можно упрекнуть в том, что я просто очень люблю всякие шутки и мемы и в том числе я люблю шутки про не проигрывает мид и про все вот это и люблю пошутить. Но есть большая разница между безобидной шуткой и между, типа, ну, в какой-то степени, да, это травля, которая происходит там в сторону Дэнди. Сайбербуллинг. Да, и типа, я категорически, ну, не то, что противница, не то, что пойду на баррикады, но я вот понимаю, да, условного НСа, который написал пост, типа, блин, сколько можно? Я не понимаю, сколько можно? Да. Вот и все. Да, нет, ну, на самом деле, да, я считаю, что Дэнди получает слишком много хейта, то есть от него, видимо, до сих пор такой уровень ожидания очень сильный у комьюнити, там, у людей, которые он там в силу каких-то вещей не может сейчас оправдать, да, ну, блин, камон, там, человек играет в свое удовольствие, он это делает, там, играет с молодежью, поднимает им в том числе медику, в том числе какой-то опытом своим делится, то есть он делает много хорошего, но, типа, опять же, приведу пример из какого-нибудь спорта, если там условный Златан Ибрагимович там переходит в какой-то клуб в Америке и там передает свой опыт, какие-то там навыки и прочие вещи подсказывает людям, это здорово, это не стоит порицать и говорить, вот, надо, чтобы он играл там в Италии или еще где-то, ну, понятное дело, что он уже староват для этих клубов и он там не выдержит конкуренцию с более молодыми перспективными игроками, но там в более слабых чемпионатах он может что-то дать, он может дать просмотры, он может привлечь людей на стадион, которые придут на Златана посмотреть, который там звезда был всегда, вот, так же и здесь, то есть, ну, как мне кажется, да, не то, что Дэнди уже там старый, все, ему надо заканчивать карьеру, я не об этом говорю, но, да, там какой-то пик успешности Дэнди, возможно, прошел, но не факт того, что это, он это не, снова этот, на этот пик не выйдет, но, возможно, он прошел пик того, что там победа Интернешнл и два финала, такое, наверное, повторить будет сложно. Вообще мало кто в мире, мне кажется, такое повторит, камон. Ну, то есть, ну, как бы человек уже добился этого и как бы хейтить его сейчас за то, что он играет там хуже, чем когда-то или за то, что он там не показывает своих результатов, ну, это очень глупо, то есть, реально понятно, что у человека, у любого есть пик его, не знаю, скилла, там, перформанса, там, чего угодно, ну, то есть, люди проходят через свои лучшие времена и потом наступают времена похуже. Может быть, когда-то они еще достигнут снова уровня, когда они были супер хороши в чем-то, да, но это сложно, как бы оставаться на таком уровне всегда, на хорошем, и мы видим это, что это сложно, никто не может на таком уровне оставаться. За что хейтить человека, который так много сделал для развития Доты второй, блин, я не знаю, там, по-моему, до сих пор, ты скажи кому угодно Дэнди, и это много, кто даже, кто не играл в Доту никогда, он будет знать, кто это такой, то есть, это мировая звезда, как бы. Если один скажет Дэнди, миллионы ответят, Пудш, например. Пудш? И надо скорее поднять камень потяжелее и швырнуть в ту сторону. Да, ну, это то, что набирает просмотры, понимаешь, то, что реакцию набирает, какие-то негативные всякие вещи, это всегда так было, и, наверное, всегда так будет, обсуждение чьих-то неудач и прочих вещей, мы поэтому обсуждаем это здесь, но как бы пытаемся показать, что не все так плохо, и не нужно всех вдавливать там в грязь, условно, и прочие вещи, вот. Ну, и позиционирование со стороны медиа тоже играет роль, то есть, я об этом писала, что когда убейт лустриг, хотя, хотя если открыть список команд, которым они проигрывают, ну, там классные команды есть, есть не очень классные, а есть классные, которым большинство команд в мире проиграет, или там, когда ВПП только образовались, то у них, наоборот, был винстрик, о котором постоянно писали, но типа винстрик, набитый на командах типа Unique, потому что они тогда только начинали, играли какие-то квалы и маленькие турниры, я имею в виду старую команду Unique, нынешняя команда Unique, она как бы на минор ездила, все вот это, а там как бы лустриг, набитый на командах типа Secret и Liquid, это чуть-чуть разные вещи, да, но мы в медиа считаем, что одни просто цари доты, которые ни одной карты не проиграли уже, фиг знает сколько времени, а остальные не могут никого выиграть, да, да, а остальные не могут никого выиграть, хотя я говорю, типа если эти команды поместить в одну среду, глядишь там и бейт кого-то в опенквалах каких-то выиграли или в каком-то бюджетном турике, глядишь и ВПП проиграли бы кому-то и стирать один команд, я конечно сейчас не хочу загадывать, потому что сейчас ВПП против Альянс играть будут вот через пару часов, вот, ну окей, типа сейчас они круто выглядят, мы видим, как они конкурируют командами более высокого тира, я говорю вот на тот момент, безумного винстрика, сейчас у них и винстрика безумного нет, вот и все, то есть вопрос позиционирования медиа, в том числе. Кстати, я хотел бы обсудить с тобой про мидеров дальше вопрос, вот Дэнди, и говорят то, ну да, условно говорят, что Дэнди уже не тот, а кто, если не Дэнди, вот кто у нас топ-5 мидеров сейчас в СНГ, как ты думаешь? Ну, ну смотри, Нун, 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 Ну, помимо Нуна, окей, да, то есть это человек, который опять же, там, на своем пике с Virtus.pro, там, да, уже все всем доказал, может никому больше ничего не доказывать, ну вот, я так считаю, ну помимо того, чтобы поднять Aegis, да, но видимо, кому-то может быть и не суждено никогда этого сделать, по ряду каких-то причин. Например, потому что интернешнл больше не будет никогда. Нун, ГПК, какие команды вообще в СНГ есть? Hellraisers есть, Gambit for the Virtus.pro. Gambit есть, да? Gambit есть. Это Заро, Gambit есть, да? Gambit есть. Нет Gambit. Где Gambit? А что, у меня немножко Gambit есть, но они не играют сейчас ничего, они подраздали игроков постендинить в разные места. У нас Артем, ГПК сейчас в Spirit, Ergon, кстати, его одно время очень сильно хейтили, а последнее время как Огойник? Ergon. Это мидер Team Spirit. Сейчас из-за них ГПК играет, а вообще у них Ergon на постоянке. Ну, на самом деле, если ты начнешь перечислять, там в основном будут реально челы типа ГПК и Ergon молодые. Я просто говорю, у меня не такая высокая экспертиза, чтобы я говорила, так, ну вот этот вот парень, он выигрывает 9 мидов из 10, там, и все такое, ну и FN тот же. Хотя тоже, да, вот каким-то образом в массовом сознании FN это такой молодой парень, вот нифига не молодой парень, просто камон, да. Просто видишь, кто-то из-за того, что, да, опять же, восприятие, вот Дэнди был вот здесь, а сейчас вот здесь, и поэтому такой же ажиотаж, а кто-то был вот здесь и остался вот здесь, и он все еще какой-то молодой, перспективный для всех, потому что кажется, что однажды же вот это произойдет, правильно, не может же все время быть вот так, что-то случится, но люди не обращают на это внимания, люди обращают внимание вот на это всегда. Это тоже к вопросу о молодости, что есть много игроков, которые в массовом сознании молоды, а на самом деле они деды, которые просто 21-летние деды, да. Без титулов и регалий. Ну, ты знаешь, как тот же Артем в ФНГ, он же по возрасту супермолодой, сколько ему, 22-23, но ощущение, что он миллион лет на сцене, что он просто вот, ну, такой батя уже, в принципе, он уже детей воспитывает, там, ГБК всяких и все остальное. А есть обратная ситуация, когда человек долго на сцене, но из-за того, что он где-то вот там, вот на той сцене, мы такие, о, нью камер, вау, невероятно. Кстати, Фену 25 лет, наверное. я тебе говорю, что это уже почтенный, это уже давно не молодой человек. Это уже почтенный возраст, да. А если вот Дэнди, Дэнди 30 лет, это что уже, все? Все, ну, это уже, как бы, если ты играешь в доту на core позиции, тебе 25, это уже хэштег старость не радость начинается, по-моему. Вот, ну, то есть так и есть. Но просто, вот по каким-то причинам, у нас одни, как бы, они в лагере молодых, а другие в лагере старых. И неважно, сколько им лет и какой у них объективный опыт на сцене. Ну, ну, 22 года, то есть получается, он молодой и перспективный, а Фен уже не молодой, не перспективный, это на самом деле. Так и есть. Но, ну, он играет в команде старых Virtus Pro, Virtus Pro Old, а Фен Virtus Pro Young. Да. Ну, опять же, это такая типа тема, которая нас из киберспорта уводит куда-то в сторону философских рассуждений, потому что, да, есть какие-то общепринятые рамки, есть статистика, что, знаешь, когда на Инд приезжают игроки, по-моему, на прошлом Инте кто-то делал материал из сайтов, средний возраст на каждой позиции. Очевидно, саппорты постарше, коры помоложе и так далее. Но в то же время у каждого свой пик. Кто-то выигрывает свой первый Интернешнл в 18, а кто-то его, блин, выигрывает в 25. Ну, там, мой любимый пример на все случаи жизни это Сеп. То есть просто чувак, который успел закончить игровую карьеру, сесть на тренера, вернуться на плеера и выиграть Интернешнл. Путь каждого человека уникален и не диванным аналитиком решать, когда ему начинать и когда заканчивать. Кстати, представляешь, у Дэнди будет такая история. Он такой повесит мышку на гвоздь, перейдет на тренера и где-то в возрасте 35, там, как в фильме тренер, там, играющий этот, как он там, Данила Козловский выйдет, выйдет в финале просто потому, что там кто-то с животом сляжет или еще с каким-то отражением. Мидер, мидер сляжет. Да, 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 обязательно мидер должен быть. И он такой, ладно, вытащи это дерьмо сам в Солянова и затащит, и выиграет там TI 20. Да. Или TI 10, потому что ближайшие 5 лет его не будет. Почему-то мне хочется постоянно об этом говорить, надеюсь, это не обостренная в полнолуние интуиция во мне говорит, а просто вот желание что-то сказать. Да, будем на это надеяться. Короче, такой тупой вывод хочется сделать. Типа, знаешь, будьте добрее, ребята. Значит, ну, нет, для меня это реально нонсенс. Я вот повторю свою мысль, что я понимаю хейт в сторону каких-то людей, но я не понимаю хейт в сторону Дэнди. Ты помнишь вообще что-то плохое, что сделал Дэнди, кроме какого-то там у них припалка какая-то с Куманом была в ММИ? Да, я не помню, чтобы он там что-то прям очень плохое сделал. Ну да, ну просто хоть одно, хоть какой-то скандальчик, темная пятнышка какой-то, ты помнишь? Я просто нет. При том, что у меня та еще коллекция темных пятнышек, да, как бы других людей в чертовых разумах, но я ничего не помню, чтобы Дэнди что-то сделал, чтобы он неуважительно отозвался о ком-то, чтобы он, ну... Не выплатил кому-то деньги. Да, чтобы он не выплатил кому-то деньги в конце концов. Ливнул бы Тиму ради другой Тимы, знаешь, там вот эти еще стандартные драмы. Типа обещал пацанам быть всегда с ними, а потом взял и ливнул типа в другую команду. Ну вот. Что, между прочим, очень многие делают и являются для других людей там супер приятными и позитивными людьми без тени какого-либо хейта в их сторону. А на самом деле там может многие люди делали очень такие черные делишки. Да, понимаешь, это классическая история с победителей не судят. Угу. То есть, если ты батек, если ты Рамзес 666, ты можешь что угодно, ну, если чего, я в том числе говорю за себя. То есть, типа, если там, ты понимаешь, что человек суперкрутой, у него там, ну, он суперталантлив и там все такое, мы готовы многое прощать таким людям. Мы же прощаем, я не знаю, рэперам, что не сбивают своих девушек и слушаем их треки. Ну, типа, это так работает. Я вот не слушаю Крису Брауну больше вообще никогда. Ну, блин, я на самом деле не слушаю вообще рэперов, поэтому я думала тебя подловить на этом, но видишь, ну, короче, месседж понятен мой, я думаю. Мы же смотрим битву экстрасенсов с Маратом Башаровым, а он же он своих избивал. Не смотрим, кстати. Вот, я хотел сказать, что самый яркий пример то, что победители не судят, это, помнишь, когда ВП кого-то посадили на слот, по-моему, Алохи или Рамзеса. Что-то, по-моему, Нун играл за Лоху, что-то такое, на БТСе. Да, на Хвалок БТС. И это прошло мимо всех людей, то есть, они настолько быстро сгладили эту ситуацию, когда, по-хорошему, это такой смурфинг, он должен караться баном, даже, по-моему, чуть ли не отвал, то есть, там, это такой достаточно серьезный проступок, но это так быстро все сгладили, все-таки, не, ну, он очень классный игрок, как бы, и, в общем, все хорошо, то есть, и это как бы прошло мимо всех радаров. Эта драма даже, там, дня не муссировалась, грубо говоря. Ну да, и вот я тебе говорю, это вроде бы что-то, что нужно осуждать, но, с другой стороны, я вот, я говорю за себя, то есть, типа, какой человек в здравом уме будет желать какого-нибудь, там, бана или отстранения Рамзесу за то, что он очередного чувака вымами говном палил, если он просто светило, если без него мы просто топ-16, ну, типа, серьезно, и, типа, на меня это работает, и это работает на более широкую аудиторию, что победителей не судят. Угу. Да. А Майкл Джексон ты слушаешь? Майкл Джексон, но он меня не трогал, поэтому я могу уже подушить его. И, кстати, не доказано еще, что он кого-то трогал. Они все пытаются это делать, очернить имя великого, но... Ну, ты тоже, знаешь, типа, опять же, возвращаясь к ситуации с Финнстрайк, конечно, люди иногда хотят кого-то очернить, но почему-то не всех подряд очерняют. То есть я сторонница теории, что дымом без огня не бывает. Иногда раздувают слишком сильно, то есть где-то дым, а говорят, что леса горят в Чернобыле, например. Но что-то всегда есть. Короче, из чего-то это всегда раскручивается. Вот. Ну, кстати, будет интересно вот сейчас послушать Ярослава Конкова и узнать, грубо говоря, с другой стороны, что же там на самом деле. То есть, ну, понятное дело, что потерпевшие у них там свое мнение, да, а у преступника якобы, да, грубо говоря, другое мнение. У мошенника, они же сказали, в мошенничестве. У мошенника, да. В мошенничестве. Вот. И как бы интересно будет послушать, что там вдруг сейчас он скажет, что да, все, правда, мы закрываем Винстрайк. И все. И все такие. Подожди, а кого у нас, а кого у нас мошенником? Соло сейчас же мошенником называли, да? У кого-то прям было погоняло мошенник из игроков. Ну, возможно. Ну, соло только из-за 3-2-2 могли так называть. Не, ну, понятно, да-да-да, что-то, что-то пропаганное такое. Мошенник. Нет, 3-2-2. Ну, знаешь, это потрясающий русский язык, где сильно умные оскорбления, а мошенник, типа, одобрительная такая тема. Да, мошенник. Мошенник чисто мемасик просто. А, ну, это Сашка. Сашка мошенник. Да-да, это мой друг-мошенник, кстати. А, подожди, Алексей Березин же, да? Лешка мошенник. Лешка мошенник, Я думал, ты рандомное имя назвал, без привязки, как бы. Это мой дружаня, да, Леша мошенник. Он мне сотку должен. Он мне сотку должен, а я пойду открытое письмо напишу. На Сайферспорт. Да. Да. Блин, кстати, нужно больше открытых писем. Вот я хочу, чтобы все скрывали вот эти нарывы, чтобы все прям писали. Ребята, мне просрочили платеж на день. Вот открытое письмо. Я хейчу Valve. Valve мне не заплатили призовые там. Сразу же. Они обычно же с International там чуть ли не в этот же день переводят деньги. А ты как бы, так, я пошел праздновать свою победу на International, а на моем банковском счету еще нету миллионов. На что вы покупаете? Если честно, пунктуальность в этом вопросе не всегда хороша. Я вот жалею, что Valve так быстро переводит деньги с International. Ну, расскажи эту историю. Да нет, я хотела, я хотела, на самом деле, на самом деле, я хотела, я хотела пошутить шутку, что было бы гораздо лучше, если бы моему мужу их перевели с задержкой в пару лет, но уже как бы все, лавочка закрыта. Денег с International нет. Так что да. Кстати, об International, он такой, ну и о чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Меня уже все перевели давно. antics, я лавочка, нет ни особенно, ту, Я лава, и сэну, я под GTA, я лава ко мне Moder. Я лава, и что-то Saturday, я так себе поставлю, что, я? Продолжение следует...